Эффективная работа основывается на взаимном доверии. Мэр Анапы Сергей Сергеев заверил предпринимателей законной власть на стороне бизнеса. В рамках моих полномочий я не смогу решить все проблемы малого бизнеса, которые сегодня существуют. А существует их, поверьте, я знаю очень много. И есть на то объективные причины. Но часть вопросов я говорю о тех, которые находятся в плоскости незаконных взаимоотношений. Я готов участвовать на вашей стороне. Сергей Сергеев отметил работу анапчан, ставших победителями конкурса «Лучший предприниматель 2012 года». Бизнес оценивали по трем критериям. Поступление в бюджет, увеличение рабочих мест и динамика развития предприятия. В номинации «Лучший субъект малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания» диплом мэра Анапы получила Ольга Сорокина. Лучшим субъектом малого бизнеса в сфере транспортных перевозок признали предприятие «Ника», руководитель Наталья Горностаева. Лучший субъект «Санкура» – предприятие «Визит», руководитель Игорь Зинченко отметили работу пансионата «Анапа-Лазурная» и санатория «Анапа-Океан». В Анапе малый и средний бизнес поддерживают на нескольких уровнях. В рамках муниципальной программы до 2017 года предусмотрено субсидирование ставок по кредиту, выплаты на ранней стадии, на приобретение фондов и нематериальных активов, возмещение части затрат при регистрации нового предприятия. Дополнительную материальную помощь в бизнесе предлагают специалисты банков и филиалов. Об условиях кредитования и финансовой помощи рассказали представители банков Первомайский, Кубанькредит, Сбербанк России и Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Кубани. Каждую пятницу для предпринимателей малого и среднего бизнеса в Управлении экономики инвестиций проводят день открытых дверей. Постоянно работает телефон горячей линии 52666. На входе в здание администрации для бизнесменов разместили ящик доверия. Правда, пока в нем пусто. Предприниматели не спешат делиться проблемами, хотя в администрации города и лично мэр Анапы Сергей Сергеев поддерживает законопослушных бизнесменов.